Здравствуйте, коллеги! Уважаемый президент, хотел бы вам рассказать наш опыт терапевтической эндоскопии на базе частной клиники. Про такие исследования, как гастроколоноскопия, бронхоскопия, я останавливаться не буду, да, я непосредственно пойду к тому, что мы делаем, так скажем, оперативные методики и какую-то интервенцию на амбулаторном этапе. Значит, мукозоктомия методоморезекции слизистой оболочки, баллонной дилатации стентирования стенозов и структур различной теологии, установки желудочных баллонов и метод, на котором я бы конкретно сегодня хотел остановиться, довольно новый метод для нашей страны, это пункционные методики под контролем эндосонографии. Значит, эндоскопическая ультразвуковая методика с пункцией позволяет визуализировать и выполнить биопсию новообразований, локализующихся в средостении, в паренхимии легких, в регионарных лимфоузлах, а также в панкреатобилиарной зоне. То есть, ну, здесь два варианта существуют этой методики – EOS-FNA и EOS-TBNA. Значит, по поводу возможностей данной методики, почему эта методика сейчас выгодна, мы ее можем проводить на амбулаторном этапе. Нам доступно практически все, что может быть доступно. И по сравнению, если мы будем брать основной интерес для таракального отделения, мы полностью фактически можем заменить медиастеноскопию. Хотя медиастеноскопия при этом все равно остается методом золотого стандарта, да, то есть ее существов сбрасывать нельзя. Вот небольшое видео по технологии выполнения на примере трахебронхиального дерева. Мы заводим ультразвуковой аппарат эндоскопически с датчиком, визуализируем зону интереса, раздуваем баллон для создания среды, чтобы лучше визуализировать, и непосредственно проводим пункцию. Все это может проводиться как с внутривенным наркозом, так и без внутривенного наркоза. То есть, собственно говоря, на выбор пациента. Здесь собраны международные клинические рекомендации по применению эндосонографии с тонкоигольными пункциями. И они гласят о том, что ЭБУС-ТБИНЕ, то есть трансбронхиальные пункции, должны быть первым методом для уточняющей диагностики лимфом с внутригрудными поражениями лимфатических узлов. Для стадирования процесса при немелкоклеточном раке легкого в обязательном порядке мы должны выполнять только тонкоигольные пункции. Для диагностики между такими заболеваниями, как туберкулез и саркоидоз. Также мы можем для стадирования пунктировать надпочечник, о чем это вам сказано. И сейчас одно из самых, так скажем, к чему стремятся все институты и больницы, где проводится данная методика, это разодиагностика, это цитологическое исследование непосредственно в операционной для осознания того, что мы получаем или не получаем материал. Потому что используем мы все-таки иглы маленькие, максимальная игла, которая нам доступна, это 19 гейдж, непосредственно какое-то образование мы можем не попасть или еще что-то. В этот момент мы делаем стандартными красителями, фиксируем материал на стекле и смотрим, получили ли мы или не получили патологические клетки. И, соответственно, отсюда мы действуем, продолжаем или не продолжаем мы пункцию. Потому что, соответственно, здесь в интересах пациента, чтобы не давать дополнительные наркозы или, опять же таки, не тратить дополнительную иглу, поскольку процедура это сама по себе дорогостоящая. И два клинических примера. Значит, пациентка, которая обратилась в МНИУ и Герцена и потом попала к нам в клинику, потому что там этого не смогли сделать в настоящий момент. Точнее, смогли, но пришла она потом в итоге к нам. Значит, пациентка 76 лет, картина внутригрудной лимфоденопатии. Вот так вот все выглядит на КТ. Соответственно, вот непосредственно эндоскопическая ультрасонография с тонкоигольной пункцией. Конгломерат лимфатических узлов в зоне бифуркации трахеи с признаками злокачественности. Мы используем цифровое доплеровское сканирование для выявления трассы для пункции и непосредственно сама пункция. И получаем цитологическую картину метастаза гидрогенного рака. И, соответственно, вторая пациентка обратилась со стойким повышением температуры. Сделали рентгеноскопическое исследование при корневые инфильтраты, томография. И, как видите, такая же картина увеличения внутригрудных лимфатических узлов. Эндоскопическая картина, признаки саркоизоза. То есть, то же самое мы видим увеличение лимфатических узлов в образе бифуркации трахеи. Но, опять же, уже с признаками доброкачественности. То есть, четкие границы, они не сливаются в единый конгломерат. И то же самое выявление трассы для пункции и непосредственно сама пункция. Цитологическая картина характерна для саркоидоза. И пациент отправлен в институт туберкулеза. Для дальнейшего лечения. Ну, и, соответственно, все. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...